Вводим кавычки, RU, и запускаем. Еще раз повторяем процедуру иерархического кластерного анализа. Настройки здесь уже выставлены. Запускаем. На 2000 человеках, как я и говорил, сработал алгоритм. Это немаленькая для социологических исследований выборка. Так что, в принципе, для социологических исследований иерархический кластерный анализ вполне годится. Копирую таблицу для определения числа кластеров. Вставляю на чистый лист Excel эту таблицу. Прокручиваю вниз и смотрю, где происходит наибольший скачок в столбце коэффициент. Чтобы не считать в уме, я считаю разницу абсолютную в Excel же. Вижу, что наибольший скачок здесь происходит. Можно посчитать в относительных величинах. То есть, то же самое я делю на... Я делю на, допустим, эту величину процентов. Здесь получается 100%, потому что из нуля мы читаем. И вот если в процентах смотреть, то здесь у нас получается таким образом. Здесь... Это разница 2 кластера. 3, 4, 5, 6. Ну, это 7. Эти 100% считать, наверное, не стоит, потому что здесь мы от нуля отталкиваемся. Поэтому 6 кластеров, 3 кластера и 2 кластера, если по абсолютным величинам смотреть, у нас могут патендовать на то, чтобы стать итоговой кластерной моделью. Попробую все 3 варианта. Для этого возвращаюсь в SPSS. Здесь задаю Save. Выбираю Range от 2 до 6. Continue. Теперь мне уже таблицы не нужны. И графики запускаю. Все кластерные решения мне здесь не нужны. Мне нужны 3 кластерные, 2 кластерные и 6 кластерные решения.